День города. В студии Кристина Бучкарева. Здравствуйте! Главная тема дня. Точно в цель. В Рязани прошли учебно-методические сборы снайперов Росгвардии. Убыточные инвестиции. Мошенники воруют деньги под видом брокеров. Рязань в красках. В Горьковке открыли литературно-живописную выставку. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. В Рязанской области проходят учебно-методические сборы снайперов Росгвардии. Бойцы из регионов Центрального федерального округа в течение месяца оттачивают и без того ювелирное мастерство. Как проходит подготовка самых точных, узнавала наша съемочная группа. У снайпера есть всего один выстрел. То есть цена ошибки в снайперском деле очень высока. Ты при выстреле демаскируешь себя. Если ты не попал в цель, то это, как правило, ты не выполнил свою задачу. И процентов 90 в случаях, то противник тебя уничтожит, скажем так. И поэтому, чтобы произвести этот выстрел, нужно очень много всего учитывать. Это дальность до цели, это направление скорости ветра относительно твоей плескости стрельбы. Если цель движется, то вносятся определенные другие коррективы по движущейся цели. Это температура воздуха, это атмосферное давление, влажность воздуха и так далее. То есть все думают, что это ты лег, прицелился, выстрелил и ушел. Но это на самом деле далеко не так. Тут нужно очень много работать мозгами. Каждый из приехавших в Рязань бойцов уже профессионал в своем деле. Здесь они отдачивают мастерство и прокачивают навыки. Маскировка на местности и работа в команде. Незаметное перемещение и выбор верной позиции. Точность выстрела на расстоянии до 900 метров. Здесь у нас проходит учебный методический сбор со снайперами подразделения полиции специального назначения Центрального округа, Национальной гвардии Российской Федерации. Собрали мы здесь 20 человек с подразделения ОМОН СОБР, которые успешно прошли обучение по программе подготовки стрелок у себя в отрядах. Сейчас, соответственно, проходит вторую подготовку снайпер. По окончанию данного сбора, те сотрудники, которые успешно пройдут обучение, будут допущены до высшего уровня снайперской подготовки, инструктор-снайпер. Стрелок – это базовый уровень, то есть он изучает основу вообще, то есть это тактико-технические характеристики оружия, самые простейшие способы обращения с оружием. На данных сборах идет уже отдача их работы при выполнении задач в различных условиях. Такие сборы в Рязани проходят дважды в год. В течение месяца сотрудники Росгвардии из разных регионов ЦФО рутинно отрабатывают навыки, тщательно анализируя результаты, чтобы в условиях выполнения реальных задач никаких погрешностей. Сборы больше направлены на слаженность снайперской группы, снайперских пар. Уделяются такие моменты, как маскировки, выход на позицию, подготовка позиций, стрельбы на дальние дистанции. Вот это основное, чтобы в последующем не делать никаких ошибок. День за днем, час за часом обязательно, чем больше работаешь над собой, тем увереннее и все будет получаться. Чтобы стать снайпером, нужно не только метко стрелять. Требования к настоящему профессионалу высоки. Хорошие умственные способности, то есть приходится много считать, много учитывать при стрельбе и так далее. Усидчивость, потому что приходится очень долгое время оставаться в одном положении, на одной позиции. Ну и третье – целеустремленность. То есть постоянно совершенствовать себя, свои профессиональные качества. Огневую подготовку, маскировку, тактическую подготовку, инженерную и прочие основополагающие дисциплины. Снайперы Росгвардии – мастера высокого класса. Неразрешимых задач для снайпера нет, но каждый выстрел в полевых условиях – это колоссальная ответственность. Порой во время выполнения боевых задач снайперам приходится держать под прицелом винтовок опасных преступников, предотвращать теракты, а значит – спасать людей. Одна из важных остановок во время ретро-пробега спецтехники – улица Коняева, которая раньше носила имя «Шоссейная». 8 июля 1977 года при исполнении служебных обязанностей здесь был убит инспектор дорожного надзора Евгений Коняев. Евгений Коняев погиб в 1977 году. Молодому инспектору дорожного надзора было всего 30 лет. Погиб он 8 июля, прямо на этой улице. Правда, раньше она называлась «Шоссейной». Погиб он от рук убийц, преступников, которые на мотоцикле ездили с инструментом. Фомки у них были, отмычки. Они ездили по сельским магазинам с целью грабежа этих магазинов. В тот день, 8 июля, сержант уже закончил смену. Просто решил проехаться по улице на своем служебном мотоцикле. Так, на всякий случай. И заметил необычную пару. Они ехали на маленьком мотоцикле К-175. О том, что у них с собой был набор инструментов для взлома, Евгений Коняев не знал. На что именно обратил внимание инспектор, неизвестно. На рюкзаки с инструментами или на то, что на одном из мужчин не было шлема. Тем не менее, инспектор на служебном мотоцикле, ловко развернувшись, перекрыл дорогу преступникам. Как выяснят позже, родственникам. Дяде и племяннику. Когда он их оставил в районе переезда, то этот дядя зашел сбоку. Он попросил документы у этого пацана, у водителя. Дядя зашел сбоку и неожиданно для него произвел выстрел из самодельного пистолета и попал прямо в висок. На месте был. Погиб Коняев на месте этого происшествия. Он посмертно был награжден орденом Красной Звезды и улица Шесейная стала улицей Коняева. Поймали убийц через три дня. Оказалось, что они промышляли грабежом магазинов в Московской области. За свое преступление водитель получил 15 лет лишения свободы. Пассажир – тот, который стрелял в высшую меру наказания. А это мотоцикл «Урал-8903» «Одиночка». Точно на таком же служил Евгений Коняев. Владимир Конкин добавил, что абы кому мотоциклы не давали, инспекторы были мастерами своего дела. И сейчас на автопробеге ретро-техники участвуют не только ветераны службы, но и действующие сотрудники, которые такие же мастера своего дела, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения. Мошенники регулярно придумывают новые схемы обмана и модернизируют старые. Число киберпреступлений в России растет из года в год. В 2023-м они составили 34% от всех преступлений в стране. За неполный 2024-й их количество выросло более чем на 17%. Более 15,5 миллиардов рублей – именно столько украли кибермошенники в 2023 году. По статистике, жертва интернет-аферистов может стать абсолютно любой человек. Однако некоторые группы населения все-таки привлекают их больше других. Так, чаще всего мошенники обманывают женщин в возрасте от 25 до 44 лет со средним достатком и, как правило, образованием. Другая легкая мишень – пенсионеры. Даже если вы не входите в группу риска, стоит держать ухо востро. Способов, как водится, у мошенников тоже немало. Среди банальных ваш родственник попал в беду, и звонков из банка – популярные и псевдоинвестиции. В последнем случае аферисты играют на интересе граждан получить прибыль. В итоге подзаработать удается лишь злоумышленникам. Один из таких случаев произошел недавно в Касимовском районе. Мужчина перевел мошенникам через мобильное приложение больше миллиона рублей. Для перевода денег преступники используют различные схемы. Они просят оформить электронный кошелек, с которым затем необходимо пополнить сторонний счет. Предлагают привезти деньги на карты наставника, который затем якобы будет исполнять роль брокера. Создают мобильные приложения и сайты, которые имитируют работы биржи или терминал для торговли. Когда человек видит различные графики и виртуальное пополнение счета, он проникается к мошенникам доверия. Но на самом деле никаких операций не происходит. Котировки и счет оказываются просто видимостью, а деньги направляются преступникам. На такую удочку мошенники ловят через рекламу в интернете. Подделывают, кстати, нередко и сайты реальных участников финансового рынка. Отличить такие страницы порой можно лишь по нескольким символам. Более того, популярные сейчас боты минимизируют контакт жертвы и аферистов. Это в разы осложняет раскрываемость подобных преступлений. Конечно, есть ряд признаков, которые помогут распознать злоумышленника на финансовой арене. Прежде чем перечислять денежные средства, необходимо убедиться, что компания работает легально. Проверить наличие лицензии можно на сайте Банка России. Также необходимо проверить документы компании, в первую очередь название данной организации и ее реквизиты. Даже минимальные различия на сайте компании в реестрах Банка России и Федеральной налоговой службы должны насторожить. Переводить деньги следует непосредственно на счет компании. Если вас просят перевести наличные денежные средства, либо перевести денежные средства на электронный счет, либо на карту физического лица, это также должно насторожить. Как правило, это мошенники. С начала года среди всех фишинговых ссылок на инвестиционные площадки 60% оказались фейковыми. Среди мошенников распространены также сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственников, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия. А также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Для любителей спорта Банк России презентовал новые памятные монеты. Они посвящены спортивным обществам «Спартак» и трудовые резервы. Номинал серебряной монеты 1 рубль. Настоящая цена больше 12 тысяч. Все просто. Выполнена она из серебра 925 пробы. Если на аверсе классический рубль, то на реверсе, на радость болельщиков «Спартака» – эмблему общества. Тираж такой монеты – 10 тысяч экземпляров. Напомним, всесоюзное добровольное физкультурное общество «Спартак» в 1935 году объединило спортсменов-производственников. Меньше чем за год в общество вошли 2000 коллективов, в которых занималось около 80 тысяч человек. По всей стране открывались клубы по различным видам спорта – футбол, хоккей, баскетбол, бокс и другим. В Рязани, например, футбольную команду мастеров «Спартак» образовали в 1949 году. Другая серебряная монета посвящена всесоюзному добровольному спортивному обществу «Трудовые резервы». Тираж ее также – 10 тысяч экземпляров. Трудовые резервы были созданы в 1943 году. Спортсмены устанавливали мировые рекорды, побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кстати, это не единственные монеты в серии. В ноябре прошлого года Банк России выпустил в серии «Российский спорт» памятные серебряные монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», «Локомотив» и «ЦСК». Любопытный факт – монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны. То есть монетой с серебра 925-й пробы можно расплатиться по номиналу – 1 рубль. Хотя вряд ли такой коллекционер и болельщик найдется. В Горьковке открыли экспозицию к юбилею Анатолия Кима. Странствие художника в прекрасном мире знакомит зрителей с признанным классиком русского слова и его творчеством. Гости выставки в работах автора увидят родные пейзажи и знакомые приметы. Анатолий Ким – писатель, публицист, член Союза писателей СССР. Вдобавок он еще и художник. Неизменный почерк его работ – сотворение прекрасного мира силой художественного жеста. Именно его творчеству посвящен художественно-литературный проект «Странствие художника в прекрасном мире», который показывает книжное и живописно-графическое творчество мастера. Несмотря на то, что Анатолий Ким родом из Казахской ССР, его вдохновляли рязанские просторы. А вот я пришел поблагодарить вас за то, что ваша земля и вы своим таким вот живым предчувствием, духовным окружением, контентом духовным, поддерживали меня в моих творческих начале. В большей степени на выставке зрители смогут увидеть именно художественные работы Анатолия Кима – живопись, акварель, графику. Но также, кроме изобразительного искусства, в Горьковке представлены и его книги. Среди них «Остров Ионы», «Море Подсолнухов», «Гений», «Отец лес» и другие. Благодарность автору директора библиотеки Наталья Гришина вручила ему памятные подарки. Слова, изложенные в благодарственном письме, пусть это у вас останется на память для чтения, и небольшие книжные подарки. Рассказ о нашей библиотеке и издание, которое мы здесь приготовили вам в подарок дополнительных сведений о земле рязанской. Может быть, что-то вы еще не прочитали. На встрече художник рассказал, что благодарен Рязани, ведь именно этот город вдохновил его на создание части работ. Его пронзительные слова растрогали слушателей. В ответном слове Наталья Гришина отметила – такое говорят редко. Мы много слышали слов. До таких откровенных слов благодарности земле, ставшей вдохновительницей многих идей и образов, творчества, мы слышим редко. А вы их сказали. Спасибо за то, что вы наш настоящий русский, рязанский, корейский человек. Выставка «Странствие художника в прекрасном мире» пробудет в библиотеке имени Горького до 29 июля. Все желающие смогут увидеть работы мастера. Анастасия Арн, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова